Крокусы, посадка и уход в открытом грунте. Весна еще не полностью растаял снег, земля до конца не прогрелась, а из-под земли навстречу солнцу пробиваются зеленые нежные побеги. Крокусы, лад. Крокус начинает зацветать тогда, когда все кругом еще серое и унылое, когда в любой момент земля может снова укрыться снежным покровом. Но они не боятся холодов, своим цветением подтверждают, что зима уже не вернется, что у огородников и садоводов скоро начнется горячее. Пора, и они будут решать, нужно ли и когда пересаживать крокусы. Крокусы, описание, исторические факты. Многие хозяева приусадебных участков, глядя на небольшие островки первоцветов, задумываются, как правильно посадить крокусы, чтобы островки превратились в большие полянки. Крокусы многолетние, невысокие до 10 сантиметров, но очень эффектные растения. Их цветение продолжается от 7 до 20 дней, чем холоднее, тем длительнее срок цветения. Крокусами украшают разнообразные цветники, газоны, клумбы, альпийские горки. Крокусы не боятся весенних морозов и снега. К сведению, в древнегреческой легенде рассказывается, что красоту цветам подарил бог Меркурий в память о своем друге Крокусе. Крокусы выращивают не только в открытом грунте. Существует тепличный способ выгонки цветов. Их используют как комнатные растения и в качестве подарков к определенным датам. У одного из видов цветов есть арабское название шафран, обозначающее желтый. Когда-то его использовали для получения желтого пигмента. Издавна тычинки шафрана посевного известны и как древняя восточная приправа, которой пользуются до сих пор кулинары и народные целители, излечивающие им мочекаменную болезнь, заболевание печени. Первые цветы были завезены в Европу крестоносцами. В 16-х, их уже выращивали в садах аристократии, тогда же стали подниматься вопросы, как лучше и когда сажать крокусы, и занялись селекцией растений. Были получены декоративные виды крокус. Обратите внимание. Кроме желтого оттенка, лепестки цветов, по форме напоминающих бокалы или поднятые вверх колокольчики, могут быть окрашены в сиреневый, фиолетовый, оранжевый, белый цвет, а могут быть полосатыми. Внутри соцветий расположены яркие желтые или оранжевые пестик и тычинки. У крокусов нет стеблей, есть короткий подземный цветонос, охваченный чешуйчатыми обертками, и узкие зеленые листья, поднимающиеся прямо из земли. Листья в зависимости от сезона цветения крокус появляются после увядания соцветий, у весеннецевитущих видов, или одновременно с бутонами, у осенних цветов. Корни цветов короткие и мочковатые, они отрастают от клубнеобразных, покрытых чешуйками, луковиц шаровидной, круглой или приплюснутой формы диаметром до 3 сантиметров. На одном месте цветы могут расти до 5 лет. К сведению, специалисты по окраске и форме корней и луковиц легко определяют вид крокуса. Строение крокуса. Особенности ухода за крокусами в саду. Цветоводы знают, что первоцветы, распускающиеся в феврале-марте, не требуют внимания летом, но во время цветения нуждаются в небольшом уходе. Ухаживать за весенними цветами очень просто. То же самое относится и к растениям, зацветающим накануне прихода зимы, в тот период, когда травы отмирают, деревья и кустарники сбрасывают листву. Полив, особенностью первоцветов является то, что они появляются в то время, когда начинает таять снег и земля пропитана водой. И хотя крокусы безболезненно выдерживают засуху, потому что влага накапливается в их луковках, но их внешний вид, высота зависит от того, сколько воды они смогут поглотить в период цветения. Важно, если весной почва будет влажной, растения не поливают, если зима была бесснежной, весной не было дождей, то цветы в период цветения поливают как можно чаще, но не допускают заболоченности грунта. Почва. Первоцветом подойдут легкие плодородные земли с нейтральным уровнем кислотности, хорошо пропускающие воду. Цветы будут расти и на истощенных землях, но без подкормок не обойдутся. Подкормки. Удобрения вносят в почву перед тем, как сажать крокусы. Весенний цеветущий крокус сажают в открытый грунт осенью, за месяц до наступления холодов. За две недели до посадки луковиц в почву вносят фосфорно-калийные удобрения и перепревшую органику. Накануне появления цветов на поверхности почвы цветник поливают водой с разбавленным в ней азотным удобрением. Осенний цеветущие растения сажают летом, подкормки вносят в том же порядке, как и для первоцветов. Обратите внимание, чтобы в луковице отцветшего растения активно накапливались питательные вещества, листья не удаляют до тех пор, пока они полностью не засохнут. Сбор шафрана. Крокусы посадка и уход в открытом грунте. Несмотря на то, что крокусы разделяются на весенний и осенний цеветущие, уход за ними практически одинаков. Главное различие в том, когда нужно сажать крокусы. Особенности весенней и осенней посадки. Первоцветом для нормального развития нужно много солнечной энергии, прогревающей весной почву. Но расти они могут в любом месте приусадебного участка или цветника, ведь садовые растения еще не проснулись и не оделись в листву. Главное перед тем, как начать сажать крокусы, отступить в сторону от строений, дающих густую тень. Для осенних видов крокус выбирают солнечные места на тех участках, где подземные воды удалены от поверхности грунта не менее чем на один метр. При необходимости в посадочную яму добавляют слой дренажного материала. Важно! Почву обрабатывают биопрепаратами, чтобы не допустить появлений цвелей и гнилей на корнях растений. Посадка луковицами и детками. Посадка луковицами – самый распространенный вариант выращивания крокусов. Чтобы растения зацвели на следующий год после посадки, выбирают крупные экземпляры, не имеющие следов гнили, механических повреждений. Они не должны быть мягкими на ощупь или пятнистыми. Посадочные ямы, как для луковиц, так и для деток, готовят одинаково. Разница посадки в расстояниях между единицами посадочного материала и величине заглубления. Между крупными луковицами оставляют до 7 сантиметров. Над ними должен быть слой грунта, равный трем высотам луковицы. Между детками оставляют до 5 сантиметров. Для хорошего укоренения и развития над ними насыпают слой почвы толщиной до 10 сантиметров. Отделение деток проводят в саду в момент их посадки в почву. Если рассаживают отделенные от материнского клубни детки, то учитывают, что зацветут они только через 3-4 года, и возможно их придется еще раз пересаживать в цветник. Посадочная яма для луковиц. Пересадка. Пересадкой крокусов занимаются после того, как им станет тесно на одном участке. Это можно увидеть по размерам соцветий, которые станут намного меньше. Обычно это случается через 4-5 лет выращивания на одном месте. Пересаживают растения двумя способами. Луковицы выкапывают и хранят в доме до момента посадки. Луковицы пересаживают сразу после извлечения из почвы. Какой способ выбрать и когда сажать луковицы крокусов, зависит от возможностей свободного времени цветовода. Обратите внимание, хранение в домашних условиях должно проходить при температуре около 15 сей в темном месте в картонной коробке с перфорацией для проветривания. Каждую луковку дополнительно заворачивают в кусок бумаги. Сроки пересадки такие же, как и для посадки растений. Осенние сажаются июля по август, весенние – в сентябре-октябре. Цветущие крокусы. Выращивание из семян. Крокусы очень редко размножают семенами. Этим способом в основном занимаются, чтобы получить раннецветущее растение через несколько лет после посева семян. У осенних видов крокусов семена не успевают полностью созреть до холодов. Посев лучше осуществлять весной. Семена перед посадкой в землю выдерживают в холоде, обрабатывают фунгицией дом, стимулятором роста. Почву обеззараживают и увлажняют. Важно! Семена в землю не углубляют, присыпают тонким слоем песка. Проращивают в условиях мини-теплицы, которую до появления всходов помещают в теплое темное место, затем выставляют на свет. Ростки поливают мягкой водой, лучше использовать дождевую. Летом подросшие растения сажают в горшки и продолжают выращивать дома, либо сразу пересаживают в открытый грунт. Обратите внимание! Для обеззараживания почвы используют слабый раствор марганцовки, для обработки семян, фитоспорин, циркон. Семена крокусов – болезни и вредители крокусов. Луковичные растения очень часто страдают от грызунов. Они не только подгрызают клубни луковицы, но и могут полностью утянуть их к себе в гнездо. Многие цветоводы, чтобы обезопасить растения, сажают их в перфорированные пластиковые корзинки. Некоторые используют ультразвуковые отпугиватели. Важно! Перед применением подобного прибора нужно ознакомиться с инструкцией и правилами работы, чтобы не навредить мелким домашним животным. С остальными вредителями, которые поселяются в корнях и на цветах осенних видов растений слизнями, тлей, гусеницами, проволочниками. С овками борются при помощи инсектицидов. Заболеть крокусы могут при повреждении корней вредителями или от грибковых инфекций. Споры грибков уничтожают фунгицидными препаратами. Проблемы с выращиванием крокусов случаются очень редко, особенно если во время посадки растений было сделано все, чтобы они не болели. И могли наращивать деток в питательной почве при нормальном освещении и достаточных поливах. В ответ на внимание к себе крокусы отблагодарят прекрасным цветением, пусть и коротким, но запоминающимся.